Школа, где учатся летать. В понедельник в преддверии Дня губернатора в областном центре Павел Коньков посетил Дом детского творчества номер 3. А если быть точнее, его сердце и главное детище военно-патриотическую школу «Высота». В каком еще учебном классе припаркован самолет, а под потолком закреплен купол парашюта. «Высота» обучает начальной военной подготовке вот уже больше 50 лет. Свой первый прыжок курсанты совершают на втором году обучения. Алене 14, и она впервые на прошлой неделе покорила небо. Волнение очень было большое, и после прыжка ты не сразу понимаешь, что ты прыгнул, и то, что ты прыгнул, уже осознаешь через день или через два дня. И эмоции захлестывают очень сильно. В прошлом году на 50-летний юбилей «Высоте» подарили авиасимулятор – современное устройство, которое позволяет освоить навыки пилотирования. Мы хотели бы попросить еще парочку аэсимуляторов. На нем один может? На нем только один. Ну, группа занимается, человек посидел, 10 минут полетал, следующий идет. Но хотелось бы побольше, конечно. Военно-патриотические школы сегодня востребованы. В «Высоте», например, мало не только одного тренажера. Мечтают и о новоселье, и о площади побольше. Сейчас занятия посещают порядка 120 ивановцев. Им там интересно. Они не ставят перед собой какие-то формальные цели. Они именно участники всего этого действия, и игроки, и постановщики. И на самом деле это действительно важно, потому что сегодня, наверное, патриотизм – это действительно, пожалуй, основная часть нашей российской идеологии. А еще высота присоединилась к патриотическому движению «Юна армия». У ребят своя форма, но суть та же – строгая дисциплина и верность традициям своей родины. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.